Привет всем друзья! Не выбрасывайте ни в коем случае старые пластиковые ящики, они вам еще пригодятся. Я покажу как им дать вторую жизнь. Сделаю самоделку, которую обязательно оценят хозяйки. Для изготовления самоделки буду использовать 3 пластиковых ящика и 4 рейки. Ящики необходимо положить на бок с одинаковым интервалом друг от друга. Рейку положить с краю ящиков и саморезами рейку прикрутить к ящикам. Саморезы с легкостью закручиваются. Не переживайте, ящики не лопнут. В том месте, где я сейчас закручиваю саморезы, в ящиках пластик толстый и надежный, в отличие дна и бортов. Остальные рейки нужно прикрутить к остальным 3 углам ящиков. Саморезы я использую примерно 30-ку с обычным резьбовым шагом. С маленьким диаметром окружности. Необходимость свердления перед установкой саморезов отпадает, так как саморезы не разрушают ящики. Также ящики могут попасться кривые и искаженные. Но на саму самоделку это никак не повлияет. Достаточно ящики подтянуть к рейке и прикрутить. Вся работа займет примерно около 5 минут. Сложности в сборке никакой нет. С этим справится даже любая женщина и ребенок. Вместо шуруповерта можно использовать простую отвертку. Только займет немного подольше времени. Пришло время конструкцию испытать. Я ее не жалея покручу и подергаю. Нет даже никакого намека, что она хочет развалиться. Получился практически бесплатный и простой в изготовлении стеллаж для цветов или рассады. Как раз сейчас это незаменимая вещь в хозяйстве. Стеллаж после рассады можно использовать как декоративную клумбу на даче или на огороде. Кому видео понравилось, оцените лайком. Не забудьте подписаться.